здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье и улучшила внешность подписывайтесь чтобы жителей нашего городка было как можно больше я сегодня в состоянии как бы снимать себя потому что я устала и вся взмыленная я сегодня на кухне вот мастер приходил и мы делали вот такой какие отделочные работы поэтому я буду снимать кухню и дело рук моих но и не только моих ой дорогие друзья как же неудобно снимать поперек то есть мое существо она хочет повернуть смартфон вертикально тогда было бы более ясно вот я вторую колонну сегодня полочку тут делала и мои тарелки но пока такие тарелки какие есть так скажем вот так она выглядит эта колонна вот и сегодня вешали люстру вот она люстра ну такая нормальная трех рожковая потому что у меня была лампа одно рожковое было очень темно и кстати вот я человек все-таки необычный наверное на всем не это говорят что ну как же так я люблю все темное я люблю все темное мне темное кажется все таким красивым интересным это я про мой потолок говорю потому что вот знаете на протяжении этот потолок 20 лет и 20 лет я слышу одно и то же когда ты уберешь это невозможно он давит мне он не давит никуда мне он нормально и вот так теперь сейчас выглядит моя кухня ведь она обросла всякими деталями там уже уже там какие-то ящерки у меня там уже его птички там кактусы поселились то есть она все больше приобретает тот же вид который был до ремонта но просто обои только что новый или нулю потому что я думаю что вот действительно человека изменить нельзя и вот сейчас мы ковырялись вот именно с люстрой вот и мастер ушел чуть я так устала поэтому сегодня такое видео коротенькое сниму отчетное чисто отчетное но ничего у меня постепенно все ну конечно будет так как я хочу вот здесь вот тут меня весели раньше часы но теперь они мне тоже как бы нужны место пустое на часовое такое место только я не знаю чтобы какие часы выбрать я тоже пока не знаю пока еще я не определилась какие часы у меня здесь будут но вот лампа по крайней мере она такая воно какая она яркая такая я имею ввиду три рожка я туда конечно в пин дюре лампу 95 свечей я люблю все яркое а то есть освещение яркая и поэтому всегда у меня лампа такие других не бывает и всякие разные штучки дрючки у меня вот смотрите видите дорогие друзья мы недавно говорили о минимализме как это хорошо я каждый раз тоже пыталась этот меня минимализм у себя дома создать и убирала все свои штучки дрючки и вот я вам хочу просто сейчас показать вот вы недавно же видели мою кухню как это все незаметно расползается вот у меня появилась вот пожалуйста лягушка и кактус вот появились их здесь не было а давайте-ка сюда подойдем оба а вот у нас здесь ящерица и и здесь не было она появилась спонтанно и на этой полке поселился сразу это у меня здесь кокосовый сахар очень вкусный коричневый такой но сам факт вот видите как это происходит это происходит помимо моей воли потому что себя переделать нельзя кстати вот мне говорили что дескать вот это вот подставка для ножей приборов не подходит сюда вы знаете я специально такой цвет покупала и даже вот смотрите вот эта тарелка она призвана объединить потому что она содержит и вот этот цвет и вот цвет моего тостера а это ящерица между прочим она себе преспокойно жила у меня в цветах моей комнате но просто я случайно так бросил на нее взгляд смотрю бачушки она прямо сюда и к мексике она подходит но правда ведь тарелки я просто по хочу вам показать цвет как я все подобрала что они одного цвета тарелки у меня здесь конечно не стоят тарелки отсюда не отсюда тарелки это я из них буду есть вот они у меня быть другом месте наверное стоять но пока место я еще не определила поэтому стоят здесь а вот против природы не попрешь а вот посмотрите какие у меня магнитики появились как тусики да а ой тарелочка очередная батюшки а здесь какая у нас инсталляция из кактусов птица моего корчма моя или теперь меня не корчма я не знаю как в мексике называются их салуны то есть вы понимаете что происходит у меня она само собой все расползается все вот как это заселяется и я здесь совершенно ни при чем но у меня пока слава богу есть место потому что тарелок тарелок здесь не будет но но сам факт вы же видите что творится вот что значит характер и натура которую переделать нельзя все происходит и лампу я сделала хорошее мне нравится освещение так рукой машешь и она загорается то есть там хорошая широкая лампа она хорошо стол освещает мне она нравится и также как волшебник так вот рукой машешь и она включается так что вот что я вам хотела рассказать и не устала сейчас хочу и знаете что ради эксперимента снять хочу я сейчас как я взбиваю блендером в густую пену обычное молоко я обычно не взбивала я взбивала обезжиренной всегда но согласно рецептом а сегодня я хочу попробовать обычное простое молоко взбить и получится ли пена густая при густая для кофе и десертов то есть у меня всякие эксперименты я гораздо на них так уж сколько я пыталась всяких там минимализмов минималистических сделать вот видите вот мой полку эту дело своими собственными золотыми руками между прочим сама пошла на рынок купила на вот эти наличники купила доски все сама распилила все сама заморила все сама сколотила и даже на стену сама прибила потому что начал воздуховод это гипс я и таким найти саморезом вкрутила и все то есть тут никого ума не надо ничего такого сверлить не надо ведь и тарелочка тут пока мексиканская нет появилась пока то который у меня была и ничего тут с этим не поделаешь я не могу ничего с этим поделать я не виноват не виновата и я это все мои вещи вернулись на место это то же самое что было когда я комната ремонтировала уж я так там все убрала ну некоторые вещи были хорошие их не выбрасывала просто я просто убрала и вы знаете все по убирала по убирала и потом на меня так было лысенько так какое-то время а потом не стало неуютно в этой лыске я опять потихонечку у меня опять потихоньку полегонько и все заняло свои законные места так и здесь у меня то же самое я вам просто хотел показать чем я сегодня занимал того что полюбуемся на мою лампу а она была на длинной цепи но я не люблю на длинной цепи потому что она будет опять кусок пола освещать там будет темно наверху но у меня цепочка осталась и я с мастером поговорила я говорю если мне нет не понравится так высоко если будет слепить а вы мне попнул там вернете цепочку он говорит да ради бога на любую высоту поэтому я так поживу может быть я сделаю себе цепочку не длинную такую сантиметров 10 может 15 на еще подумаю у меня еще пока в процессе пока вот так все полу лысенько выглядит но по крайней мере у меня уже вот и вторая стена как бы ну кроме часов конечно то есть она тоже как бы уже и готова моя вторая стена вот у меня видите весь мой мир населен видите у меня везде уточки лягушки какие-то и с этим бороться невозможно рыбы и петухи то есть это ящерица теперь это мой характер и моя натура ничего не сделать если я думаю возраста как бы с ними живу то я думаю это уже навсегда и видали же у меня мои солонки и перечницы это же все тоже у меня зайки побегайте птички там всякие поэтому это сильнее меня у меня все такой мой мир он одушевленный и ничего с этим поделать не могу я думаю надо ли я живу как хочу то есть делаю что хочу ну в силу уже возраста и жизненного опыта и поэтому мне так конечно удобно и сейчас мне конечно руки чашется провести эксперимент как же я люблю эксперименты вот вы знаете это мне удовольствие доставляет вот когда я крем и смешивая но необычно когда вот когда это добавляю новый ингредиент это так интересно так любопытно что получится то есть очень занятным получается мне это нравится такие эксперименты хочу сейчас попробовать потому что у меня блендер он интересный бамикс он интересный блендер тем что у него такая насадка одна есть ну такая базовая я бы сказала которая вот собственно молоко и взбивать то что у меня был венчик он плохо взбивал молоко сверху была такая знаете пинка у молока я люблю кофе латте и только сама самодельный конечно имеется ввиду что свежесваренный кофе сверху чтобы была густая шапка из молока мне вот очень это нравится и знаете я для пикантности я туда добавляю вот буквально ну пол чайной ложки сиропа айриш кофе я сейчас его достану кстати вам покажу когда буду взбивать а я его например покупаю вот канусе он там всегда есть и этого сиропа не вообще на сто лет хватает у него вот прям конкретно запах и вкус вот айриш кофе получается тоже на латте но только без ну не сладкий не приторный без калорий без вреда для здоровья потому что такой кофе очень люблю это у меня как ну как бы самостоятельный прием еды иногда для удовольствия вот сегодня я например подустала потому что мы тут все вешали ну вот эти тут вот освещение под под ящиками вот эту люстру но не я но я все равно принимала участие он сверлил я стояла с пылесосом чтобы не мусор нигде не намусорил вообще нигде потому что когда пылесос прям к этому подставляешь перфоратору то вся пыль грязь туда летит весь бетон но и тарелочка вот это она конечно тоже тарелочка то плевая нет но там будет пока тарелка когда-то когда у меня будет возможность когда я куплю вот эту тарелку мексиканскую с их котами да будет она но пока вот моя старенькая тарелка она подходит сюда и уже заранее дырку пробить и тарелочка сама плевая а стена бетонная несущая поэтому конечно это долбить много пыли грязи но благодаря тому что я стою с пылесосом всегда прямо около сверлильщиков всегда то есть я даже ничего и не накрываю потом не вытираю потому что вся пыль уходит сразу в пылесос и вот поэтому я вроде бы с одной стороны не сама все это делала с другой стороны вроде бы я активное участие принимала но это уже конечно работа такая но сами понимаете не такая ужасная какая была у меня в самом начале то есть все таки это уже работы такие отделочные и они радуют конечно я люблю чтоб на кухне был темный потолок а во всей квартире но яркие лампы и знаете вот это всегда так было и вот там я помню у меня везде во всей квартире такой потолок и вот знаете когда меня там знакомые видели они были боже мой как ты здесь живешь сейчас же там оторви это переделать мне смешно да я так люблю свои темные потолки да ни за что в жизни когда я набила и не поменяю зачем мне если мне это уютно если мне это нравится вот он мне так нравится ну вот мы полюбовались на мою лампу а теперь пойдемте как взобьем сейчас молоко бамиксом ну вот друзья сегодня умаялась на кухне и хочу сделать себе кофе такой необычный какой нибудь там ну типа айриш кофе или латы айриш кофе какой-нибудь очередной эксперимент я хочу взбить молоко обычное вот молоко три с половиной процента хочу добавить туда сироп вот этот мне очень нравится сироп в кофе добавлять айриш айриш ирландский кофе я его покупаю всегда вот конуси там всегда есть вот и капельку добавлю потому что будет такой сразу вкус интересный и кофе получается вот действительно как лата какой-то там разновидность вот этого кофе но мы знаем что тот кофе какой жутчайшую калорийность имеет а потом мне интересно провести эксперимент я люблю всякие эксперименты особенно пищевые потому что наверное я есть люблю вот и я буду взбивать моим блендером и сейчас посмотрим что получится вот такой насадкой насадкой блин насадкой блин сейчас делаем значит сначала надо взяла такую миску у меня другого нет такого стаканчика на кстати купить у меня нет высокого стаканчика но ничего я и такой попробую начнем обычное молоко текс теперь так я думаю достаточно он чисто для запаха ну а теперь попробуем взбить и что у нас получится я немножко вот так всегда взбиваю как бы подвигая вот так вверх-вниз но вот я вам скажу что это совсем другое дело вот это насадка потому что в жизни блендером обычно не взобьешь блендером в жизни по-нормальному не взобьешь а этот блендер вот эта насадка я имею ввиду смотрите вам же видно какая густота уже это у меня сам по себе уже смотрите десерт получился с этим вот кремом а со сиропом аэрис смотрите уже что получается как крем рассмотрим до какой густоты он забьется уже получается да как десерт любопытно также я люблю такие всякие эксперименты смотрите сколько уже получилось было на дне а уже вон сколько раза в четыре увеличился вот знаете у меня миксером никогда не получалось сбить по-нормальному была внизу вода молоко когда взбиваешь а сверху такая быстро уходящая пенка я конечно неправильно делаю может у кого-то есть но я думаю что и достаточно то есть вот смотрите какая густейшая пена получилась это прям получилось как крем такой густой при густой он какой сам по себе есть туда ягод положить это сам по себе десерт а ведь это обычное молоко и кстати так же самое взбивается рука устала тяжелой знаете так же самое взбивается обычное обезжиренное молоко то же самое разница то есть можно такую же густую с пеной поэтому мне вот этот блин вот эта насадка блин которая вот такой блинчик очень я ей довольна она себя отлично зарекомендовала ну вот смотрите это же даже не верится и она все такое то есть тут жижи нет так что вот ой какая тяжесть тяжелая сейчас я себе сделаю пойду буду сделаю кофе и будут туда это накладывать докладывать потому что на что тут немного и сяду после трудов праведных и отдохну а в конце дорогие друзья как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях а особенно вот смотрите да с таким чудесным поэтому нет не так с такой чудесной насадкой у блендера пойду кофе попью а